МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы с вами говорили о том, как правильно к нему готовиться, какие правила нужно соблюдать. И вот на этот период до Пасхи преподает еще несколько очень важных для всех верующих праздников, и один из них – это Благовещение. Расскажите, что в этот день отмечается? Да, действительно, мы стоим на пороге завершения Великого Поста, Спасительного периода, Святой Четыридесятницы. И в этот период у нас остается еще несколько таких важных праздников, двенадцатые праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. Затем Страстная Седмица, которая уже непосредственно будет нас готовить к самому празднику Пасхи. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, он, само название говорит о том, что это благая весть. Архангел Гавриил, он принес, неспослал благую весть Божией Матери, о том, что она родит Спасителя мира. Она станет Матерью того, кто придет в мир и спасет все человечество от греха и смерти. Если проследить по календарю, не только по церковному, и так, празднование Благовещения Пресвятой Богородицы преподает на 7 апреля. И через 9 месяцев, 7 января, Рождество Господа нашего Иисуса Христа, то есть получается, здесь зачатие, благовещение о том, что она зачнет Сына, Спасителя мира, и родит Его. Здесь можно задаться вопросом, таки могла ли Божия Матерь отказать, да, Ангелу, была ли у нее воля. И здесь ответ такой, что у нее была свободная воля. И она действительно приняла вот это известие, полагаясь на волю Божью, тем самым от лица всего человечества. Она дала согласие на это благовестие Ангела, ответила, что она, я раба Господня, будет мне по глаголу Твоему. Также в этот день совершается особое богослужение, литургия Иоанна Златоуства, так как в период Великого Поста совершаются среди недели, за исключением некоторых праздников, такое как Благовещение Господне, при литургии преждеосвященных даров, а здесь совершается полная божественная литургия. Также в этот день послабляется пост, и верующим разрешается для вкушения рыба. А если говорить о послаблениях, или о том, вот в этот день что стоит сделать, вот есть служба специальная, а человеку что еще следует в этот день сделать? Возможно, прийти на причастие или на исповедь? Да, традиционно в дни больших двумесятых праздников люди стараются прийти в храм для молитвы и приобщиться к святых христовых тайн, причаститься, и, естественно, перед этим исповедовавшись. А так, в принципе, стараться проводить этот день, подражая, наверное, Божьей Матери, ведь она после введения во храм праздника, который мы отмечали еще в декабре, она пребывала весь этот период в храме и воспитывалась в Духе Божественной Истины, она пребывала в познании Христовой веры, в чтении Священного Писания, в частности. Также нам в этот день, наверное, каждому не помешает открыть Библию, Священное Писание Ветхого или Нового Завета, дабы прочитать лучше пару страниц Священного Писания, нежели больше смотреть телевизор или времяпровождение в соцсетях, или занятия какими-то развлекательными моментами. А также сразу после Благовещения идет Лазарева Суббота. А это какой праздник, что он означает, а также что следует делать верующим? Да, действительно, в этом году так совпадает, что Благовещение преподает перед Лазаревой Субботой, перед входом Господнего в Иерусалим. И праздник лето, да, праздник. Почему? Потому что Господь воскресил Лазаря за всю свою жизнь, за время проповеди Спасителя. Он неоднократно исцелял больных, воскрешал мертвых. Известно о таких воскрешениях, когда Он воскресил сына Наинской вдовы, воскрешение дочери Иаира, и Иаира, а также воскрешение Его друга, Господня друга, праведного Лазаря. Он довольно часто бывал в доме у Лазаря праведного. И когда Он заболел, Он умер, Спасителя не было как раз в тот момент с Ним в доме. Когда Он пришел уже на четвертый день в дом к Лазарю, то сестры говорили, что если бы ты, Господь, был в этот день в доме, то Лазарь бы не умер, ты его исцелил, воскресил бы, а так уже четверодневный Он. Но Господь подошел к пещере и сказал, Лазаря гряди вон, и Лазарь вышел из пещеры и стал славить Бога. В дальнейшем он стал епископом и пострадал за веру Христову. В этот день также разрешается послабление поста в виде вкушения рыбной икры в пищу. И если говорить, есть ли какие-то службы определенные, или человеку тоже стоит, опять-таки, можно открыть Библию, прочитать несколько строк? В период поста желательно больше уделять время чтению духовной, священной литературы. В принципе, как и на протяжении всей жизни. Но здесь надо постараться больше, приложить усилия для, скажем так, духовного здоровья человека, для духовного состояния, для души. И также, говоря о праздниках, очень известен в народе, много о нем говорят. Он отмечается за неделю до Пасхи. Это вербное воскресенье. А какое событие воспоминает Церковь в этот день? Перед своими страданиями Господь со своими учениками идет в город Иерусалим. Он уже знает о том, что он будет предан, распят и воскреснет. И об этом он рассказывает ученикам, что придя в город Иерусалим, ему надлежит пострадать, быть распятым, и потом воскреснуть и быть во славе пребывать. Здесь раскрывается такой, Господь приоткрывает нам сияние своей славы. Для нас это может быть не совсем понятно. И для апостолов это также было непонятно, потому что по пути в Иерусалим, опять же, апостолы Иаков и Иоанн, они подходят к Спасителю и говорят, разреши нам, когда ты будешь во славе своей, чтобы мы были по правую и по левую сторону от тебя. Но здесь немножко они не совсем понимали. Они думали, что как Мессия Он придет земной царь. Он избавит иудейский, и еврейский народ от оккупантов, от римских язычников. И Он воцарится, будет в городе Иерусалиме править не только в иудейской стране, но и по всему миру. На что Господь им говорил, что вы неправильно понимаете. И на сегодня нам также непонятно критерий славы. По-нашему слава – это когда есть какие-то престижные знакомства, прямо говоря, деньги, дома, одежда. Но сейчас во время не меняется уже понимание, отношение к этому славу. И тогда Господь говорил о другой славе. Он говорил о славе вечной, о власти небесной, о том, что придет Царствие Небесное, не земная власть. И вот, когда Господь входил в Иерусалим, Он не как царь могущественно заходил с оружием, с армией, а на ослике въезжал в этот город. И люди воспевали. «Осана, Вышний благословен, гряды его имя Господне, царь Израилев». Они снимали свои одежды, постилали под ноги Спасителю свои одежды, а также резали пальмовые ветви. И от этого, собственно, и называется «Вербное воскресенье». Почему? Потому что главный посыл — это пальмовые ветви. Они у нас в наших широтах, они не растут. И поэтому самое первое дерево, которое распускается, в принципе, в максимальной местности, где мы живем, — это верба. И цветущая верба приносится для освящения храма в этот день. Как бы восполнение тех пальмовых ветвей, о которых мы только что говорили. А вот вербу это надо принести в храм и садить потом дома, поставить, чтобы она как-то стояла, или как это правильнее сделать? Традиционно приходят люди на богослужение с этими вербочками, потом их после службы освящают и несут домой, как великую святыню. И оставляют в святом уголке, там, где иконы хранятся, лампадки, там, где человек молится. Понятно, что если человек особо не живет церковной жизнью, с одной стороны, как бы, эта верба, освященная ему, и ничего не даст, если так, какие-то магическую силу, магической силой наделять вот эту вербу. Но если даже, опять же, человек не так часто посещает, может быть, храм, либо богослужение, как этого хотелось бы, или как это требуется, то, в принципе, такая малая жертва, если человек действительно, даже не часто приходя в храм, а в этот день придет в храм и помолится на богослужение, или просто посвятит вербу и с верой в Бога, то это будет уже польза для духовной жизни человека. А если вот именно верб на воскресенье нет у человека возможности прийти, можно это сделать на следующий день или перед этим? Если там работает человек или где-то куда-то уезжает, и вот именно в этот день у него нет возможности прийти? Чин освящения вербы, оно также проходит на вечернем богослужении накануне воскресного дня, в субботу вечером, со всеночным деньем. Также читается молитва на освящение ва и верб, и освящается верба. То есть есть два дня, скажем так, можно в субботу вечером прийти и посвятить вербу, а можно в воскресенье утром, то есть кому как удобно. Если нет такой возможности в этот день вообще прийти в храм, то расстраиваться также не стоит. От самого присутствия дома вербы больше святости или меньше не становится. Само отношение важно человека к этому всему, а также осознание того, чтобы мы не уподоблялись тем людям, которые сегодня кричат «Благословен Царь Израилю, Оссана Вышних», а через буквально несколько дней они уже кричали «Распни его», чтобы у нас не было такого предательства по отношению к Спасителю нашими грехами. И также вот после этих трех праздников, которых мы сказали, идет Страстная неделя. Это последняя неделя и Великого Поста, последняя неделя перед Пасхой. А как ее следует провести? Мы уже с вами говорили в начале поста о том, что традиционно первая и последняя неделя Великого Поста, Страстная и Седмица, они являются более, скажем так, строгими в несении поста и совершаются особое богослужение. Воспоминания последних, скажем так, событий из земной жизни Спасителя, тех его чудес, те его рассказы, притчи. И вот уже в среду, как я говорю, совершается особое богослужение, в среду совершается последняя литургия преждеосвященных даров. Не только в этом посту на протяжении всего года, потому что литургии преждеосвященных даров совершаются только в период Великого Поста, Пасхального. В этот день также за божественную литургию, за литургией преждеосвященных даров последний раз читается молитва, опять же, которая читается только в дни Великого Поста в храмах. Это молитва Ефрема Сирина. Последний раз совершаются поклоны и до праздника Святой Троицы уже, за исключением лишь когда плащаница износится, это в Страстную Пятницу. Поклоны только устанавливаются перед плащаницей. В Страстной четверг воспоминается установление Тайной Вечери, новозаветного таинства, таинства Евхаристии, которому и сегодня каждый православный верующий христианин старается регулярно приступать. В этот день воспоминается умовение ног Спасителя, ученикам в знак своего глубочайшего смирения и служения людям, служения апостолов. В этот день воспоминается также, совершается благослужение в храмах, это последование 12 Евангелий, Страстных Евангелий. Почему сама Седмица называется Страстной? Потому что на этой Седмице, на этой неделе особо воспоминаются страсти, страдания Спасителя. С церковно-славянского языка «страстная» переводится как «страдание», страсти. Также я не упомянул, в Страстную Среду воспоминается еще также тот замысел такой греховный, когда Иуда решился предать Спасителя за 30 сребреников. В Страстную Пятницу, Страстной Пяток, Великий Пяток, воспоминается крестная смерть Спасителя, Сута Пилата и крестная смерть Спасителя, а также традиционно вечером в этот день совершается в храмах чин погребения Спасителя. Выносится за вечерним богослужением в Страстную Пятницу плащаница, на которой изображена картина положения Спасителя во гроб, и уже перед плащаницей совершается вот этот чин погребения плащаницы Спасителя. Страстная Суббота, она днём покоя является. За богослужением в этот день поется такое уникальное троительное произведение «До молчит всяко плод человече». То есть в этот день уже нужно максимально оставить все свои какие-то заботы и хлопоты и уже готовиться к пасхальному богослужению, ко встрече воскресшего Спасителя. Вот забота и хлопоты, то есть не стоит убирать, шить или к чему это относится? Ну, в принципе, постараться, если можно раньше это всё сделать. Опять же, здесь нет чётких предписаний, когда, в какой день, что надо делать. Это уже хозяин или хозяйка сами определяет, когда им надо скупиться для пасхального праздничного стола, когда выпекать куричи или ещё какие-то готовить яства. Просто постараться нужно распределить заранее свои планы, какие есть, распределить их таким образом, чтобы можно было совместить и, скажем так, поход в храм для посещения богослужений, чтобы участвовать вместе со всей Церковью, сопереживать Спасителю и пройти, скажем так, ещё раз вот эти страдания Спасителя и его смерть, дабы с радостью встретить воскресение Спасителя. Но когда что делать, это каждый должен для себя уже, наверное, сам индивидуально определить, когда как. Вот вы начали сказать, что первая, последняя неделя не строже пост. Стоит ли также ограничить себя в каких-то развлекательных походах, поездках, вот те же просмотры каких-то телепередач? Безусловно. Опять же, возвращаясь к этому, нужно отметить, что пост — это не только ограничение в еде, хотя в Страстную Пятницу, Великую Пятницу перед Пасхой есть такое предписание, что строгий пост, не вкушается пища до изнесения плащаницы. Вот, по возможности в этот день не вкушать, можно пищу, у кого есть здоровье, позволяет, как бы, ну, свои уже здесь, так сказать, предписания, предыстории. А, в принципе, воздержаться нужно от вот этих увеселительных программ. Понятно, что уже и весна на дворе, и прогуляться хочется, но совсем немножко можно подождать, уже пройдет праздник Святой Пасхи, наступит, и мы будем в пасхальной радости пребывать, и уже тогда можно встретиться и со своими близкими, и знакомыми, поделиться той пасхальной радостью, пообщаться. И здесь разница, я думаю, в неделю не сыграет особой какой-то роли такой. Ну, вот мы немножечко так в хронологии подошли, вот так многие называют это самым главным торжеством, это Христово Воскресение. А вот почему оно является самым главным торжеством, вот из торжеств его называют? Не только, наверное, для христиан, для всего мира, для человечества является праздник Воскресения Христова как главный. И все его почитают, все радуются. И в церковных песнопениях, в богослужебных песнопениях есть такое упоминание, что Пасха — это праздник праздников и торжествой из торжеств. То есть он над всеми праздниками, над всеми торжествами. Апостол говорит, что если не было бы Воскресения, то была бы напрасно и тщетно наша вера, и наша вера основана на Воскресении Христовом. Этот факт, он и не обсуждается, потому что есть различные доказательства и в символе веры, и, собственно, правление тех императоров и царей, которые были в то время, подтверждает, что такое было в истории человечества. И Воскресение Спасителя — это победа над смертью, переход от смерти к жизни, разрушение врат ада и возможность каждому человеку спастись и наследовать райские вечные блаженства. А как человеку нужно готовиться к Пасхе? Если говорить о кулинарных хлопотах, Вы сказали, что каждая хозяйка для себя определяет, в какой день что нужно. А если говорить о рецептуре, это так же самое? Каждая хозяйка для себя определяет, какой кулич ей печь, с какой там добавлять какие-то изюмы или ещё что-то, или есть какие-то каноны? Здесь нет никаких предписаний, масса разных и рецептов, и программы будут к этому посвящаться, что как делать. То есть исключительно от вкуса каждого зависит, что делать, какие... готовить, меню составлять, скажем так, по-своему. А подготовка в духовном плане, вот это и есть сам период Великого Поста, когда человек старается себя ограничить в чём-то во имя Божие. Для Бога мы в первую очередь постимся и для своего блага. Потому что пост наш не нужен ни церкви, ни близким, ни священникам. В принципе, у каждого своя цель, и в зависимости от этой цели уже будет результат. Если мы постимся для того, чтобы очистить себя от грехов, избавиться от каких-то злых или вредных привычек, и просим у Бога помощи для этого, то вот это и будет наше... это очищение будет нашим плодом этого Поста Великого. И очищенное наше сердце, постараться максимально очистить сердце от грехов, вот это и будет подготовка в духовном плане. А уже в таком, скажем, физическом плане, опять же, это индивидуальные вещи, от каждого зависит, как кто уже распределяет. А что нужно нести в пасхальной корзине в церковь для освящения? Как правильнее её собирать? Есть какие-то предписания, или тоже этот человек сам выбирает? Потому что кто-то святит вместе с куличом и сыр, какие-то мясные изделия. Встречается такое, в принципе, да. Мне кажется, достаточно в этот день принести в храм в корзине пасхальной для освящения кулич и яйца. Их посвятить и разговеться. То есть все эти продукты или салаты, какие-то нарезки не стоит складывать и нести. В то же время, если уже и принесли такое, то священник не будет устраивать ревизию и выбирать, это я буду светить, это нет. То есть оно уже окропляется. Ну, важно, чтобы человек понимал, зачем и насколько это для него будет важно. Опять же, если взять всё это посветить, а потом оно то пропадёт или ещё как-то будет, но это тоже будет неправильно, потому что это уже освященная пища. Лучше в таком случае то, что на стол будет, скажем так, для разговления ставиться на стол, вот это вот минимальное, то осветить, сразу этим разговиться. Некоторые приносят даже алкоголь. Насколько это допустимо? Ну, суть разговления ведь не в алкоголе. Если по бокалу вина выпить или шампанского, как кто желает, за столом на разговление, как бы в этом нет особого какого-то греха или ещё чего-то. Но опять же, я думаю, что не стоит всё как бы так нестить. Лучше просто куличи и яйца, да? А есть разница, это вот сама хозяйка пекла или купила? Или в принципе… Без разницы, наверное, потому что не у каждого есть возможность и силы, может быть, не каждый умеет выпекать всё, а на сегодняшний день в ассортименте, в магазинах, в супермаркетах предоставляется большой выбор и куличей, и пасок. То есть предписаний строек в этом плане нет. А также вот некоторые люди не ходят на службу, которая вот перед освещением проходит, а вот приходят только на сам момент, когда начинают светить вот куличи и яйца. Насколько это допустимо? Ну, желательно, опять же. Пасха — это в первую очередь духовная радость. Желательно прийти в храм за богослужением, за богослужением помолиться. Традиционно это ночное богослужение с субботы на воскресенье. Начинается в 12 часов пасхальный заутренний крестный ход, и потом совершается пасхальное богослужение, после которого уже освящают Пасхи, приношения, которые люди приносят. Если у человека нет возможности или физически не может человек, не во всех храмах, но совершается, к примеру, в Христорождественском кафедральном соборе в Северодонецке здесь совершается утром, в Божественной Литургии в 9 часов, на которую также можно прийти помолиться. Но если уже не получается никак прийти в храм именно на богослужение, то здесь важно, когда уже пришли освящать вот эти куличи, свои корзины, хотя бы зайти просто в храм, поставить свечку, помолиться, перекреститься, потому что зачастую встречаешь так, что пришли, выстроились в круги в очередя, и уже давай рассказывать, какие все плохие, я пришёл, они не святят, почему это никто не выходит, что они там, как можно долго так служить. И в принципе здесь теряется весь такой духовный смысл, и оно просто уже ни для чего. Также, наверное, в каждой семье есть свои традиции, и некоторые говорят о том, что стоит именно на Пасху ездить на кладбище. Насколько это, допустим, или всё-таки лучше другой день выбрать? В церкови установлено поминовение усопших в пасхальный период на 9-й день после Пасхи. В период Светлой Седмицы, это следующая неделя после Пасхи, не совершается заупокойных богослужений. И есть такое мнение у святых отцов, что если человек умирает в этот период, то совершается чин отпевания пасхальным чином, там больше преобладают песнопения Пасхи, и это считается большой милостью Божией, чтобы вот так сподобиться, умереть, скажем так, в этот период. И не совершается заупокойное богослужение, но они переносятся все на 9-й день после Пасхи, это вторник, Радоница называется этот день. Так получается, что среди недели, но многие на работе, не все могут попасть на кладбище, посетить могилки, место захоронения своих родственников, близких. Поэтому церковью совершается поминовение усопших в следующее воскресенье после Пасхи. Священники бывают также есть и на кладбище, когда можно прийти и на могилку к своим родственникам, а также пригласить священника, чтобы он послужил пасхальную литью. То есть это будет таким утешением и духовной радостью такой для души усопшего человека. Также здесь нужно упомянуть, что принято у наших людей вот так, когда приходят на кладбище устраивать пикники какие-то, застолья, вопросом так себе сам задаёшься, но больше неужели негде места, чтобы собраться или пообедать, позавтракать, поужинать кто как, или для чего это в принципе всё делается, нужно понимать. Если помянуть, не обязательно это должно быть возле могилки, на кладбище, там где место захоронения. Не стоит также оставлять по-разному, некоторые рюмочки оставляют, некоторые покушать, конфеты. Лучше раздать это неимущим, тем, кто действительно в этом нуждается, сотворить милостыню. И это будет гораздо больший плод, больше будет толку, скажем так, от вот этого подаяния. Для самого человека, который даёт, и для того усопшего, о котором говорят помолиться, когда даёт какие-то конфетки или печенье, пасхи в данном случае. То есть дать неимущим, нищим каким-то людям, они перекрестятся, это уже будет больше пользы для души усопшего человека. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за то, что сегодня пришли к нам и рассказали о всех правилах, о том, что стоит придерживаться и в празднике перед Пасхой, и на само Христово Воскресенье. Спасибо и вам. Я напомню нашим свидетелям, что у нас в студии был и Романа Хмелетий, пресс-секретарь Северненской епархии. Для вас работала Олеся Вукуренко. Увидимся уже в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова